начинаем мы вот закончим то что связано с паршей балак и уже пару раз пропустили наши голоход наши законы которые связаны с текущей парши и значит вот у нас парша парша балак очень много законов которые относятся к повседневной жизни вот мы еще не дошли этого мы в конце поэтому поговорим о том что евреи попали под тлетворное влияние медианитов и как их зовут и мавитян женского рода и после этого сделали специальные законы которые были рассчитаны на то чтобы предотвратить вот это вот порочные связи которые приводили к служению идолам и поэтому на парша балак наши мудрецы чтобы предотвратить вот эту чрезмерную близость между времени и время запрещено начали с того что это еврейское вино то есть вино которое запрещено пить вместе с евреями и даже запрещено покупать вино которое сделание не евреи и помимо того что это является вере как говорится great boost еврейскому бизнес и у них настолько мало competition что практически все вина которые делают кошерную очень хорошо покупаются кроме того люди которые значит тверезы и которые находятся в таком в состоянии контролировать свои чувства эмоции и поступки они более защищены те тем которые уже скажем так на веселее поэтому был введен этот закон и виноградное вино любое даже виноградный сок который имеет ту же самую как сказать категорию что и вино даже если не только если он его сделал если он к нему прикасался запрещено пить то есть если к вам пришел в гости не евреи у вас открытое кошерное вино и вы попросите его передайте пожалуйста мне бутылочку кошерную вина то есть до момента когда он до него дотроллась она еще была кошерная в момент когда надо вас доехала она уже не кошерная и даже говорится что если она была открытым она открытая бутылка и он находится в комнате то он своим сильным идолопоклонческим импульсом желание служить идолу превращает это вино в некошерное так поэтому старые добрые времена было любое вино приготовленное не и время запрещено на сегодняшний день у нас есть разница между кипяченым и не кипяченым вином раньше вино не кипятили все же но было вино было не кипяченые надо понимать она гораздо вкуснее и полезнее в таком виде сейчас вино кипятят и одна из причин почему они это делают имеется пастеризация я думаю что это связано именно с тем чтобы она была менее аффект от вот этим вот нееврейским воздействием поэтому если у вас дома есть вино кипяченые и к вам соответственно она более защищена от влияния не евреев ну мало того что само вино также запрещено заниматься пьянством компании неевреев поэтому если кого-то пригласят на празднование нового года или еще какого-нибудь праздника то стоит наверное скип это дело потому что если там люди будут пить алкоголь и они будут пить кушать вместе это создает вот это вот camaraderie in brotherhood и как это не печально но нам надо стараться держаться на дистанции с не время чтобы не сильно не слишком с ними дружить и вот это вот еда и питье объединяет людей поэтому лучше есть и пить с другими евреями что будет промоут дружбу и френшик между евреями кипяченый одну секунду это хорошее русское слово но на бутылках вы наверное пишет заметили пишет еврейское слово мевушаль мевушаль или на английском английском буквы вареной либо либо на иврите пишут мемушаль поэтому если вы покупаете вино в магазине имейте ввиду что если оно не вареное даже если в закрытой бутылке то что идолопоклонник просто посмотрит на него даже поэтому бутылки вы заметите что то которое льоме в ушаль льоме в ушаль то есть не вареное бутылки делаются из темного стекла спасибо так что еще также запрещено здесь же в этой парше законы запрещения пить не еврейское молоко хлеб и приготовленные продукты и здесь разбираются подробности этих вещей то есть на сегодняшний день причина скажем так начнет с молока чтобы вместо того чтобы начнем пить молоко будем думаешь это молоко окажется что мы хлопнули стакан кумыса кумыс настоящий надо понимать из лошадей или молочком с которой я не знаю как это можно добиться но там порося чья или еще такая вещь что он не рассказывал один еврей что он был довольно ленин к этому молоко он не мог представить каким образом можно сделать молоко не кошерным не еврейское не они были в мексике он он на шоке трезник и говорится он был свидетелем как женщина доила коробку и перед тем как подоить она кто-то взял из баночки так вот намазалась я хорошо на руки а потом намазала вот на вымя этой самой буреночки которая надоела и когда он подошел спросить ее что это у вас такое за какая хорошая мать можно мне немножко говорит а пожалуйста вот у меня моим дам баночку а из чего это офис из поросячьего жира очень хорошо полезно смазывает и лечит вымя коровы поэтому получается что если надо это и и руками которые смазаны вот этим приятным хорошим полезным жиром то кончится может тем что люди будут пить когда сказать коровье молоко со свиным ароматизатором и даже со свиным как сказать да ну привкусом да мощь и мощь одну секунду хочу отметить очень важную вещь здесь и кумыз и свиной жир и свиное молоко они на самом деле полезны для здоровья проводили исследование для собака не вредны для человека нет мы это не едим не потому что это вредные продукты для человеческого организма мы не едим это и избегаем всячески потому что h&m нам так сказал да только поэтому а так и кумыз и свиной жир это нормальная продукция у нас заповедь мы мы только значит эти животные являются не кошельные значит мы их не едим и не едим не только самих животных но и продукты не кошельных животных спасибо до него то есть а продукты от не кошельных животных это вот это вот как сказать их не молоко и жир и все остальное говорится единственное животное которое не попадает под эту категорию чей продукт которое животное является не кошельным а продукт кошельные это пчелы все такая чудесная вещь что продукт да меня сейчас возник вопрос как насчет муравьиной кислоты это интересный вопрос да нужно будет его узнать наверное я просто осумны одно что нет наверно это все-таки не кошельных что если кто-то ходил в пионерский лагерь не знаю в этим занимались мы брали палочки от дерева щищали кору с нее и бросали на муравейник а потом эта палочка была такая кисленькая это тоже не рекомендуется делать пока мы не узнали медицинских медицинских мы спрашиваем медицинских целях можно и может даже может даже и есть муравьев но не жуя глотая но нельзя это делать шаббат и нельзя это делать с другой едой то есть их нужно принимать именно как лекарство дэнио вы сейчас распугаете всех людей нас мы не будем глотать муравьев ни в коем случае говорю не про муравьев допустим капсулы какие-то витамины или там минералы в капсулах их делают из животного из животного желатина их можно глотать но их нельзя пробовать на вкус их нельзя кушать в шаббат и нельзя кушать с едой то есть я добавлю что есть такое понятие как лодерах ахилла не путем еды то есть час еды чается в том что люди кушают получают вкус этой еды это называется путь путь еды то есть дэрах ахилла если человеку человеку прописали что допустим у меня был кейс когда пожилому человеку нужно было лекарство в составе которого является вот эти стэм селл стэм селл были таблетки жутко дорогие там по 100 долларов баночка и я показал доктор говорит здесь поросенка да и получается что если это он не будет их разжевывать и получать удовольствие от вкуса вот этих забытых поросящих бутербродов а просто будет лодерах ахилла глотать и тогда это допускается по скажем так по по как лекарство как лекарство так значит молоко мы разобрали хлеб значит да про молоко сказал немножко подробно уже так как люди уже готовы переходы на кашрут значит молоко есть такое понятие как-то даниил помогите мне выскочила из головы как назвала в израил аллах халлах это молоко а исраил понятно это перевод не нужен халлах еврейское молоко значит как мы уже из нашей поняли из нашей истории про мексику молоко главная причина то что мы должны быть уверены что это еврейское молоко и она была с диетической точки зрения там ничего не было добавлено в америке многие люди пьют молоко которое продается в магазинах на котором нету знака халлах израил здесь что происходит в америке есть food and drug administration по-моему это называется fd которая очень строго in force rules о том что в молоко которые дают фермеры и у фермера допустим есть еще овечки и там еще какие-то животные там олени которых он тоже может быть дой но он не будет их никогда смешивать из боязни потерять свой бизнес вот это инфорсмент эти инспекшн с которой они делают и поэтому лада people trust вот этот вот и они пьют американское молоко и ты знаешь что если мы поедем в мексику в рио-де-жанейро или на украину там это будем точно также бодро пить это молоко там нужно спрашивать куда вы ехали конкретно какое хоршерным продуктом там так ну здесь тоже говорится в технике что сегодня во многих государствах государство не разрешает примешивать молоко коров не ходит другое по мне большинство раввинов проверка страны недостаточно ну здесь он идет как умр да мы этого не держимся по мнению нашего раввина это да достаточно ну каждый выбирает значит там где он будет это делать очень сломка боязненных пьют только молоко на котором написано халлаф израил интересно что сам раввин пил только еврейское молоко касается сыра то здесь еще возникают проблемы с хорошей изготовлением всегда требуется аждоха сыром раз уж мы дошли до этого то сырница сыворотка то есть из желудка по-моему сычок это называется на русском коровы когда ее зарезают то у нее есть жидкость внутри этого сычуга которая является катализатором который свертывает молоко до уровня сыра потом еще и там что-то с ним делают и поэтому этот процесс на сегодняшний день как я понимаю либо должно быть кошерный вот этот вот продукт но на сегодняшний день я понимаю что они придумали синтетический заменитель которая выполняет ту же самую функцию и поэтому сыр тоже очень важно чтобы сыр был кошерный значит хлеб с хлебом у нас проблемы такие что мне говорили что да в россии было это с этим меньше проблем с тем потому что в россии жарили либо на как это сказать либо на растительном жиру либо на жиру который был на молочном до масла на масле в россии же есть в америке они смазывали вот эти вот сковороды противень короче вот этой клипинг которую не использовали для печки хлеба именно сало не кошерный жир и поэтому очень важно казалось бы там его трудно это уловить или понять как это происходит но нужно именно кошерный хлеб и одно из решений это то что женщины пекут сами это очень большая как сказать experience и очень спиричал такое что надо печь самим халы на субботу и можно спеть чуть большее количество чтобы хватило на всю неделю если вы сами печете у вас есть время на это дай бог либо покупать именно кошерный хлеб кошерных магазинов если есть вопросы какие хашгахи подходит добро пожаловать мы вам расскажем за левом там на самом деле очень много вопросов да да не подождите на них не праздник не бегите впереди паровоза вторая еще заключается в том что мы должны сами это делать называется такое понятие как бишу акум то есть и что-то какая-то еда приготовленная не евреем поэтому хлеб когда его пекут важно чтобы еврей таки допек этот хлеб поэтому если евреев нету во всем этом производстве нанимается еврей чтобы он включил печку или там включил электричество повернул этот тумблер и поэтому в этом случае хлеб да будет кошерный если соблюдены все кошерность всех ингредиентов вот ну и тем не менее до важно чтобы там ходили раввины без предупреждения что мы не могли туда войти и выйти проверить и понять что там происходит и вот это вот галаха о том что ашкеназов достаточно чтобы еврей зажег печь и по этой причине во многих ресторанах еврей лишь зажигает постоянный огонь а для сифарских недостаточно вот молодцы они делали более круто значит евреи время учатся приготовление пищи то есть важно чтобы там все время присутствовал вот вот с галахами мы немножко пробежались с хлебом просто еще больше тонн еще больше больше тонкости чем что-либо другое дрожжи нужно проверять на кошерность нужно халу отделять если печешь много хлеба и и и таки огонь огонь в россии было просто потому что он пекся в массовом порядке на хлебозаводах достаточно было один раз квартал зажечь там огонь и все а в америке много маленьких пекарен каждую из них проверять это невозможно да ну это если если люди готовы и те которые производят готовы пойти на эти как сказать экспенсы нужно тебе надо нанять этих евреев чтобы они проходили проверяли цена хлеба возрастает но тем не менее вот у нас в городе великолепно есть пекарня которая называется брат смит как я понимаю ей владеет евреи они производят огромное количество шикарного хлеба которые вкуснющие вот напоминает то к чему привыкли еще в россии там есть саурдо у них есть вот такие французские булки хала они делают то есть очень очень большой выбор мои девочки любят туда ездить и покупать разные кафка фуде во всяком случае в сант-луис парке еще мне стоят столы этого брэда я видел да я не уверен что нужно спросить то есть можно уточнить потому что я видел что он стоит не упакованный на нем нету знаков а вот моя жена говорит нельзя его покупать потому что у них есть несколько локейшнс у них есть должно быть моя жена говорит что должно быть клевый лейбл хлеб то есть он должен быть упакован и на упаковочке должен стоять вот этот откуда оно пришло да как не печально хорошо значит ну раз уж мы добрались до раз мы добрались до алама и бит балака мы немножко еще пройдем мишну которая используют этих людей как примеры того как перки а вот использует вот как нужно себе как не нужно себя вести вот одна из них это 23 мишна который говорит нам что сделать тору свою постоянной говори мало и делай много и принимай всякого человека с приветливым в лицо имеется ввиду что не облегчай себя и не отягощая других не облегчает для других отягощая себя и эзра расположил сердце свое к тому чтобы изучать закон господин исполнять и в этот квот из книги эзра и после этого и учить в израиле закон и правде мы также знаем что существует мудрецы торы которые ввери при сайт своем соблюдении законов и люди у них спрашивают шерла шила это вопросы как что нужно делать и они отвечают и некоторые не были замечены с тем что сами они более строги том что они и соблюдать здесь работает такой принцип существует голоса которая нам отвечает как нужно поступать но некоторые люди праведники могут устрожить для себя ну вот получается что перки а вот граби на там говорит нам что должно быть одинаково не облегчать для других отягощая для себя и не облегчать но как облегчаешь для себя так облегчать для других и как отягощая для себя так отягощая для других следующая часть смешны это имеется в строгости соблюдения закона говори мало и делай много и мы можем взять на примере мужа проходили парша программа а вену который когда к нему пришли ангелы проведать его он сказал им вот сейчас немножко воды принесу вам чтобы помыли ноги и немножко хлеба мы знаем подробности когда тоже на самом деле произошло мало того что он принес им воды для мытья ног и потом они сделали блины для аппетайзер чтобы кушали кроме того говорится что он зарезал для них несколько бычков взял теленка то есть побежал авраам стаду взял теленка трех годов нежного двух годов и хорошего годовалого и дал отроку то есть он сказал что даст им немножко хлеба окончил с тем что он зарезал три бычка и накормил их языками от этих бычков чтобы они были нежные и хорошие то есть вот это конечно недостигаемая высота обратно противоположный пример говорится что нечестибцы говорят много а делают мало ему только что вот мы прошли на прошлой неделе пошло аршу балак 2 который говорится что пообещал балак что приди ко мне и ты не пожалеешь то есть то я так тебя отблагодарю так я тебе позаботишь что ты никогда об этом не забудешь что нам говорят мудрецы то есть идет царская делегация что им принесли не принесли не не так как авраам нежного хорошего трехлетнего то есть трех трех значит коробка бычков они не принесли говорится отдал бедро вала даже не всего вала только бедро и бедро овцы они все отцы и поэтому вот этот принцип получается что он не соблюдал то есть вот это вот огромное сердце доброе сердце которое есть у этих людей доброта этого сердца направлена только внутрь самого этого человека он готов для себя сделать огромное количество хороших вещей для других когда он говорит получается что он вроде как готов он сделать очень много чего чем закончилась эта ситуация полом увидя как его встречают сначала он послал туда потом когда он уже пришел к ним им дали покушать и тоже просил внимание какие-то очень какие-то маленькие бутерброды он и так померил говорит нет ты хочешь объявить этот победил целую армию и за это ты хочешь меня вот этими куда сочными бутербродами накормить нет я наверное такие вместо того чтобы проклясть мне придется благословить этих евреев это в глубине души он так подумал хотел таким проклясть но всевышний ему не дал что еще произошло говорится принимай каждого человека с приведениями от я уже забегаю то есть опять он сказал ему этот балак белому сказал я так тебя целый дом значит серебра и злата я тебе наполню и ты будешь богатым человек чем а как кончилось когда взошел белом и стал благословлять евреев благословлял их много раз разных как сказать около жертвенника с края там в разных местах говори сказал ему балак иди домой то есть убегать срочно потому что если сейчас меня не сдержит то я те убью за то что ты вроде как он предупредил много раз что он сделает только то что всевышний ему позволит так только на его благословит а именно то что произошло и поэтому балан должен был убегать оттуда но к сожалению убегал он недостаточно быстро и на пути своего побега переполненной ненавистью к евреям он таки дал совет как навредить на и поэтому он сказал своему другу балаку что надо сделать что-то что компромисс связь между евреями и всевышним вот мы не все прошли пророчества белома и я знаю что все народы мира особенно христиане очень подробно изучают это пророчество потому что здесь можно найти как сказать корни многих народов и описывается что с ними будет одно из них говорится о том что так говорит белом сын биора говорит муж чей глаз зорок интересно что мы знаем что белом был кривой на один глаз то есть тут немножко есть такая перевертыш такой вот у моего папа и на заводе у него был человек которого звали кнут зачем был гибкий и когда я спросил почему я такое интересное имя и попозже он скрючен и все время ходит наклонившись вперед здесь белом который говорит что глаз его зорок мы увидим еще в других перки авос что зоркость этого глаза тоже очень как сказать тоже слова компромаз как сказать по-русски не относительно это нет калиброванное как можно так выразить то есть этот человек который с ненавистью смотрит у него предвзятое отношение испорчено его внутренним скажем так перевернутым духовным миром и поэтому он полон злобы и ненависти внутри но тем не менее как вы поняли из предыдущей вот на прошлом занятии о том что всевышний вложил специальный свисток как магнитофон в уста белома и как он не старался проклясть евреев кончилось тем что он нас благословил и говорится что взошла звезда якова и вознялся скипетр от израиля сокрушит он рубежи маава и разгромит всех сынов шета когда мы говорим всех шину сынов шета имеется ввиду что все люди которые живут на сегодняшний день на земле являются потомками сына шета адама это сын который родился третий сын получается что в этом пророчестве есть предсказано о том что евреи сокрушат всех своих врагов откуда из какой земли бы они не пришли и будет разбитый дом и будет разрушен сир его враги а израиль умножит мощь многие комментаторы говорят здесь что здесь есть идет речь про будущую войну гога и магога о том что во времена машиха в конце времен наши как сказать духовные враги называют это армагеддон придут гог который является это имя человека государство магог и они будут вести войну против израиля у нас даже есть надежда что это уже происходило во время второй мировой войны и евреи в итоге станут победоносным то есть победоносность мы ее не сильно увидели пока ну значит будем ждать процесс пошел власть прибудет у якого и не оставит живых никого из обитателей города имеется ввиду опять же что в момент когда евреи будут воевать против своих духовных врагов то они будут удачливы и смогут одержать победу и так у нас есть пророчества шоем когда говорит день мщения в сердце моем и пришел мой год избавления если читать это не если представить что вот еврей читает вот эти вещи я понимаю что любви и страсти к нам у него наверное это не будет развиваться потому что здесь такие ужасы их самый пророк их народа говорит про них же и кто сделает все эти неприятности евреи поэтому просьба ни с кем не шерва то что мы здесь сегодня выучили это для внутреннего использования и говорится что это будет мщение за что мщение это мщение за то что они нам когда-то сделать то есть исторически к сожалению нас очень много притесняли расстраивали били и обижали и вот это в этом пророчестве говорится что они будут за это наказаны немножечко вставлю комментарий раба калацкого здесь что такое что такое мщение вот ревенч не потому что нас обидели и мы теперь мстим мщение это другие народы создали такую реальность обмануть то есть они создали реальность что можно жить во лжи и как это сказать get away with it а то что то что ашем за нас мстит и так как мы бы мы должны эмулировать действия ашема мы не должны просто мстить из обиды это как бы восстановление даже несправедливости а вот убрать эту фальшивую реальность поставить поставить реальность настоящую восстановить гармонию мира это 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 то что это то что то что тора имеет ввиду под мщением дальше увидел kenny кто такой kenny начал речь свою прочным будет твое жилище и на скале построишь свое гнездо скала имеется это будет прочное жилище то есть это вот немножко развивает то о чем сказал дэнил kenny имеется ввиду и тро то есть праведные неевреи которые ведут праведный образ жизни и которая является нашими союзниками в этой работе исправления и улучшения этого мира всевышний дает им благословение и удивление говорят наши комментарии увидев это пророчество белом был очень удивлен потому что сам он персонально начинал как очень талантливые подающий надежды и пророк которому открывались такие невиданные глубины и такой супер контакт со всевышним и наши мудрецы говорят даже что есть мнение что уровень пророчества белого был даже выше чем нашего пророка маша отдельная история пытаться объяснить что это значит но использование вот этого пророчества не привело ни к чему хорошего и даже вот этот факт что валаам окривел на один глаз мы знаем что все что люди делают в этом мире как как сказать пружина и у нас вот мы продолжаем учить перки о вас говорится что не желай другому чтобы ты не желал чтобы было не делай на то же самое нельзя даже желать нам стараться следить не говорит что что-то такое чтобы не хотели бы чтобы относилась к нам и если уже что-то сделано разрушен или сказано то она туда точно также бумерангом аффект человека который приносит вред поэтому белом в ходе своей биографии уничтожая народа и принося вот эти вот проклятия против других he got affected очень сильно кроме того что он делал старать ради материального скажем так шкурного интереса кроме того он сам очень сильно был наказан еще в течение жизни за то что он делал вот кинийца то есть это значит это благословлен и трог лично можно тебе задать вопрос я я прошу прощения сначала слышал вот это пророче пророчество было в том что люди будут на что люди которые причинили евреям зло будут наказаны вот это пророчество это часть его то мы мы читаем одну линию и в ее комментируем то есть это пророчество балаама еврейского пророка о том что произойдет в будущем послушайте там я послала это прошлое занятие там более подробно говорится об этом пришел пришел для того чтобы проклясть евреи в итоге он их благословляет и часть благословения относится не только к евреям но и ко всему миру так стал белом и пошел к себе по своему пути так и здесь как мы уже сказали что белом посоветовал балаку проклясть как ты вижу я не смогу и поэтому нужно сделать что-то чтобы всевышний разозлился на евреев почему всевышний может разозлиться на евреев если они будут заниматься идолопоклонством и распутством если вот эти две самые тяжелые наступать нарушение на которые всевышний реагирует моментально и поэтому он им посоветовал что вот евреи 40 лет бродит по пустыне они люди нежные они привыкли в египте когда-то носить льняную одежду а сейчас они уже выходят им хочется опять чего-то такого хорошего качества знаете армании там потом еще какие хорошие из из дейтенса какие сейчас магазины дорогие и поэтому сказал устройте шатры поставьте палатки которые будут торговать вот этими вот высокого качества продуктами и в этих палатках выйти снаружи посадили женщин постарше которые торговали вином а внутри говорили что там были уже девушки в купальниках которые и после того как выходили и мужчины евреи поторговаться их направляли внутрь шатра и они говорили чувствую себя как дома давай попьем немножко вина и вообще с вами родственники мавитяне потомки лота племянника авраама почему бы к нам так сторонитесь нас и процессе этой беседы они говорили им что вот выпей вина покушай немножко вот все эти законы которые мы сегодня читали про не еврейским вино молоко хлеб и поклонись пиор и когда уже эти мужчины говорится они уже были скруженные голова вином и близостью девушек в купальниках они говорили вот сейчас надо немножко послужить идолу как будем служить и не волнуйся я знаешь тебе его мне не разве запрещается служить еду надо просто сходить туалет перейти на самом деле это была именно такая форма служения этому идолу и водите самые несчастные евреи одурманенные алкоголем и девушками в купальниках сожалению это делали и говорится что ел народ и поклонялся идолам и прилепился израиль бал пиора то есть имя вот этого идола которым их девушки говорили чтобы они им поклонялись и говорится что так как они уже были в возбужденном состоянии то они им говорили вот тогда вот я твоя только надо сейчас сходить туалет побыстрыхе перед ним и мы будем с тобой счастливой и вот это плохо кончилось и поэтому сказал бог муж и когда стало это вот эта торговля и эти палатки этот бизнес пошел очень хорошо сказал бог лучше позови всех глав народа и повесь их перед богом под солнцем и тогда гнев бога отвратится из израиля здесь немножко загадочная вещь если по прямому читать комментарии нам объясняет что же конкретно сказал наши сказал что глав народа нужно созвать и их надо убить то есть понимается так что возможно таки да они были достойны этой кары потому что они не предотвратили своих подопечных своих евреев и не остановили их от торговли и участие в этой оргии с пиором когда это уже стало публично известно что там происходит второе объяснение говорится что лидеры должны были срочно сейчас обуздать своих людей каждый из своего колена и должны были остановить их и остановить это распутство и повесить под солнцем здесь говорится что мы знаем что у нас есть очень деликатное уважительное отношение к человеческому телу и вообще ну что человек это целый молоким это образ всевышнего и когда кого-то вешают за нарушение которое за которое полагает смертная казнь говорит что это вешают прямо перед заходом солнца моментально и вешают как только он умер его на сразу снимают и хоронят чтобы мертвое тело не было вот это вот дисгрейс неуважение образу и подобию всевышнего здесь же говорится вешайте прямо там вот под солнцем также говорится это нужно было сделать для того чтобы если они повесили какое-то количество этих людей это должно было остановить остальных это должен быть вот этот вот показательный пример казните каждый своих людей прилепившийся калки и пошел один человек и сынов израиля и подвел к своим братьям медьянку на глазах машины глазах общины и они плакали у входа в шватер откровение комментарии говорят нам что взял земли которого который был один из лидеров колено рувина и он был хороший человек он сидел учил тору занимался тем чем положено но говорите что большое количество членов колено рувина оказалось подвержено вот этому бал пиору может потому что они территориально были близки к тому месту они были как я понимаю сзади я правильно помню именно там находились эти медьяны муав и да и гад экспост к ним говорится до мост и когда эти тройки стали экзекьют колено рувина они стали хватать и вешать побежали представители земли сказать спасай наш народ смотри что делают с нами люди из других колен надо спасать своих евреев и тогда он взял поймал одну из этих девушек которая была дочкой одного из царей ничку здесь козби и звали до козби и сказал пойдем она не хотела с ним идти потому что у нее была инструкция совращать именно лидеров еврейского народа и также нам говорят комментарии что было два типа вот этих вот девушек с улицы красных фонарей одни из них охотились за любыми мужчинами другие были очень как сказать валютными специалистками они только были готовы иметь отношения с лидерами еврейских народов еврейского народа и именно медиа медиа нитяне были своих девушек отправлять на разврат и именно с с выдающимися людьми ей сказали раз такая красивая и интересная ты наверно сможешь поймать можешь арабейну самого этого не было инструкция шпионки с крепким телом и она сказала что как тебя зовут она говорит меня зовут он я ответил меня зовут земли нет мне надо больше арабейну он я объяснил что маша арабейну является сыном леви а я сын ругина то есть я по старшеству еще выше чем может так что пойдем дорогая она попиралась взял из-за волосы так неделикатно и привел ее к маша арабейну и сказал можно ли мне с этой женщиной иметь отношения и может вполне нельзя и заплакал здесь они плакали у входа в шатер почему он такое спросил потому что жена маша цепора тоже была из медианина и это то что им сказал земли если тебе можно брать жены медианитянку почему мне нельзя и на глазах у всех чтобы остановить вот этот вот расправу с членами колена рувина он повел их палатку не говорится прямо там публично палатки начал заниматься нехорошим делом и говорится что пинхас 1 где написано до увидела пинха сына за лазара сын койла взял из среды общины взял в руку копье и пошел за израильтянином шатер пронзил их обоих пах израильтянина и эту женщину и прекратился морг среди израиля то есть для того чтобы остановить это бесчинство и остановить морг который уже начался нужен был вот такой героический поступок который совершил пинхас рассказывает маму вот что пинхас специально подготовился к этому и когда он спрашивал какой какой закон можно ли убить вот этого вот земли момент когда он совершает распутство с принцессой косби может сказал ты то что ты знаешь делал я не могу тебе дать инструкцию то есть по еврейскому закону есть такая вещь что людей надо предупреждать если они совершают какое-то нарушение часть вот этого вот что здесь организовали эти тройки и людей сказка сразу стали экзекьют это из-за экстренной ситуации уже предупреждение не делали и точно также земли зная потому что есть такое понятие что мудрец торы он уже предупрежденный и земли был мудрецом торы и мало того своим поступком он типа как он поступал вопреки мошарабейн вопреки торе то что запрещено евреи потому что откровенно что почему это все происходило чтобы совратить евреев и чтобы они поклонялись идолам и поэтому сказать другому еврею иди убей вот этого еврея запрещено так сделать нельзя но есть закон галаха по которой зелот как это сказать по-русски перевести зелот это часто неправильно переводится как фанатик но это не очень удачный перевод горячий человек который возмущенно хочет воплотить правду скажем так борец за правду может быть так можно попытаться это перевести зелот может убить этого человека если он знает галаху значит если бы он пришел в палатку они только там еще пьют вино они еще не занялись этим делом и он в этот момент их убьет соответственно по закону то он достоин смерти из пинхаза бы за это убить либо он пришел они уже отдыхают тоже он их убил после этого запрещено он их мог убить только в момент вот это вот совокупление и так произошло учу часть чудо состоял то что ты кидает на смог прийти потому что когда он пришел в палатку палатка земли он лидера еврейского народа охранялась охранниками говоришь он снял он взял обыкновенный посох палатку большую и снял с нее нож положил нож в карман и пошел как он просто с посохом ребята куда куда ты собрался молодой человек ну как я слыхал вас тут веселая партия хочу присоединиться о молодец какой заходить когда он вошел он этот нож значит назад прикрепил копью штык скажем так и убил земли и козби в момент разврата и говоришь он их на этом же копье вынес и всем показал то есть те которые хотели убить пинха за за то что он убил лидера еврейского народа у него на копье было доказательство о том что вот они этим делом занимались и он их как сказать застал именно в этот момент соответственно у него было право для защиты интереса второй и жизни еврейского народа которые начали умирать от флаг вот от этого наказание который поставил всевышний и он остался цел и не вредит мало того всевышний сказал это уже мы перескакиваем следующую главу пинха сына лазара сына рона койна отвратил мой гнев от сынов израиля возревновав ревнитель вот слово нашел возребновав за меня среди них и не истребил я сынов израиля в моей ревности что надо понимать это было близко к этому поэтому православие вот я заключаю с ним мой союз мира и будет он ему по умству союз вечного священства то есть он переводится в разряд койна за то что возребновал а им израильтянина который был убит земли сын салу ворси общего дома шимона им убиты медиатенки козбит данные вот тут они начинают войну против медицин и что мы отсюда учим что пинхас получил статус койна в момент когда распределялись места кого ним было дано право быть коином служить в храме арона его сыновья пинхас такой бы расторопный он уже был внук то есть получается он не попал в эту категорию следующие внуки которые родятся от сыновей арона они получают это качество путь коином но пинхас он уже родился родился до того но сейчас из-за своего поступка всевышний его продвинул из категории левитов в категорию коинов и мы знаем что на протяжении еврейской истории по большом очень долгий период именно потомки пинхаса были кагани в храме какие-то вопросы есть или пожелания комментарии с рабаим голвером этот шаббат обсуждали почему такое вообще быть 38 людей по 38 лет люди интенсивно учили тору причем все мужчины в израиле такого возраста серьезно интенсивно учили тору как они вообще-то такого докатились как они как-то им не противно было таким заниматься это же омерзительно и рабай голвер сказал что это действительно омерзительно но почему они стали этим заниматься потому что они хотели себя опустить ниже чтобы не брать на себя обязанность расти выше а вход в страну израиля который вот сейчас предстоял и война война с сихоном и логом это все требовало просто человека и выполнение новых задач там нужно будет работать на земле чтобы этого не делать давайте мы покажем что мы какие мы низкие чтобы чтобы нам чтобы нам не пришлось нести такую ответственность это то что я услышал да я спрашиваю как как то такое как то такое как такое может быть а вот мы сейчас а вас а вас читаем а вас говорит не считай сам себя грешником то есть именно поэтому а вас говорит не считай сам себя грешником иначе ты так действительно к этому и скатишься так сожалению спасибо да к сожалению большинство людей даже если они учат тору как это не печально и даже если они практикуют я царара тем не менее никогда не отступает она все время стоит на страже и даже если они и учили тем не менее алкоголь девушки это очень как стать патент оружие и поэтому я обращаюсь мужчинам бивер и биджеланд будьте осторожны никто не застрахован поэтому как мы учили сегодня вот в начале занятия и у нас есть законы запрещающие пить вино и есть не еврейский хлеб и я думаю что это inspire всех нас перейти на кошерную пищу и апфорд и он вверх еще один маленький комментарий значит в четверг будет пост если вы знаете он начинается в 4 24 утра и кончается в 9 утра это как бы полдня пост не целый день то есть ночью поститься не нужно только он рано утром начинается кончается вечером ну вы знаете что произошло что восставшие там были которым не нравился римский режим и они пытались свергнуть по римские владычество путем военной силы но мудрецы першим говорили вы не можете одолеть римлян военным путем по двум причинам вы вы как вояки вы не годитесь римляне лучше вооружены и обучены чем вы но самое главное у вас нету связи друг с другом вы друг с можете полазить поэтому ашем не будет на вашей стороне и значит евреи восставшие спрятались за стенами иерусалима и стали терроризировать местное население то есть они стали их призывать в армию стали призывать в армию коганим что вообще говоря не не разрешено в таких ситуациях то есть и в результате то что все к ним получили раны увечья прекратилась служба фраме и бедные граждане иерусалима не знали кого им больше бояться или римлян которые вот за стенами или этих повстанцев которые внутри диктатуру свою устраивали в результате в результате этого и иерусалим пал в результате этого римляне вошли в иерусалим и уже люди были истощены от голода я просто прошу как бы призываю кто сколько может если все-таки пост этот держать спасибо четверг утром с восходом солнца если не ошибаюсь восход солнца типа как 430 если хотите можно встать 4 утра попить кефирчика поесть макарончиков или вечером как называется холодец по моему это блюдо в котором больше всего калорий что в 12 вечера можно хорошо загусить с хлебом чтобы легче было перенести и от восхода до захода до захода солнца это тяжелый пост довольно долго но тем не менее я желаю всем успеха в этом хорошо будьте здоровы спасибо всего доброго покойной ночи